привет друзья в этом видео про царь лодку в качестве примера ее класса мы приводили еще один наш проект на базе другого американца родом из небольшого городка нью-йорк милс и обещали сделать для вас и его обзор если вам будет интересно получив от вас обратную связь мы сразу решили что обзору быть так что мы продолжаем знакомить вас с архивом наших самых интересных проектов и сегодня покажем вам премиальный катер над которым наши мастера работали аж в конце 2017 года land 2150 барон место будущего обитания данного судна река волга и премиальный статус такой лодки как раз под стать величию нашей огромной реки даже фирменные рельефные буквы которые сигнализируют о модели топ-класса атлант здесь вот такого приятного вишневого оттенка ну а прежде чем переходить непосредственно к обзору давайте пару слов о технических характеристиках длина лодки 6,4 метра сухой вес 953 килограмма топливный бак 295 литров ширина в габарите два с половиной метра пассажировместимость 5 человек максимальная мощность мотора 300 лошадиных сил а теперь к обзору самая выдающаяся во всех смыслах часть этой лодки конечно же мотор наши проекты мы всегда комплектуем самой лучшей современной техникой если говорить о моторостроении сейчас это двигатели линейка v6 и v8 от mercury а наконец семнадцатого года это безусловно был мощнейший в то время еще компрессорный вера до 300 сил на бесшумной амс-подвеске фронт работ не предполагал масштабных тестов на воде но клиент утверждал впоследствии что ему удалось разогнать катер порядка 80 километров в час что для такого корабля согласитесь немало кстати прямо сейчас в нашем шоуруме своего нового владельца ждет еще один представитель премиальной американской верфи ланд кроссовер xs 1875 лодка полностью готова взять на борт своего капитана и его команду на нее уже установлен новенький mercury вера до 200 к тому же это не база а расширенная заводская комплектация в интересной раскраске для комфортной рыбалки или отдыха с семьей подойдет идеально ну а если топов от завода вам будет мало мастера ботла pro всегда готовы воплотить ваши самые требовательные и креативные запросы на тюнинг лодки скорее звоните нашим менеджером и уточняйте состав доп опций и цену за весь комплект с мотором ну или просто пишите на почту info собачка буатлаб точка про наши эксперты сами свяжутся с вами но вернемся же к обзору чтобы надежно держать на трансовой плите мощный 300 сильный мерк была установлена специальная усиленная модификация гидролифта си стар модель джек плейт hd возможно вы обратили внимание что он имеет совсем небольшой вынос всего 4 дюйма но ничего страшного так как мотор имеет встроенный гидравлический цилиндр и при тримировании мотора в транспортировочное положение нет риска сломать его опланку транса который для большей надежности мы усилили алюминиевой пластиной все-таки лодка большая с мощным мотором а спокойные американские озера не чита нашей могучей волги запас прочности явно уместен и обратите внимание согласно инструкции мы добавили дополнительные силовые болты в крепление пластины которых частенько не досчитываемся на лодках приходящих к нам все-таки игнорировать мануалы непозволительная роскошь которую часто себе позволяют не самые ответственные установщики лодка пришла к нам с люфтом в рулевой гидравлической системе и мы обслужили ее на фирменном спецоборудовании сестар для прокачки лодочной гидравлики а вам друзья мы не советуем заниматься прокачкой методом качания штурвала ведь так весь воздух из системы не выгнать и дорогостоящие запчасти рулевой выходят из строя под гидролифтом мы видим датчики рыбопоисковой системы даже 4 дюймового выноса гидролифта достаточно чтобы избавиться от распространенной проблемы затенения сапогом мотора одной из сторон бокового сканирования датчиков это тем более важно что здесь две рыбопоисковых системы а место для установки не так много ближе к левому борту установлен raymarine rv100 real vision 3d с функциями бокового и нижнего сканирования а справа близкий по классу и функционалу датчик от hummingbird системы мега сайт имиджинг и двухполосным сонаром chirp 2d мы предлагали клиенту наши фирменные пластины для крепления датчиков как например в недавнем обзоре на другой ланд прокачки образца 21 года здесь вы даже можете видеть брызгодвойники датчиков с нашей фирменной гравировкой на этих же местах стояли датчики от предыдущей рыбопоисковой системы клиента и их расположение полностью его устраивало поэтому мы установили новые приборы прямо по старому монтажу не делая дополнительных отверстий в трансе а еще здесь виден один из особенных элементов этого алюминиевого клепаного корпуса вот такое плоское днище с интегрированным килем это решение является частью уникального строения днище под названием айпи с которая вы можете встретить только на лодках ланд давайте послушаем американского эксперта который немного расскажет про эту технологию по сути сама расшифровка айпи с это и тегрит power strike или интегрированный силовой набор итак если мы посмотрим на айпи с атлант главный элемент это днищевая пластина она около 30 сантиметров шириной и идет вдоль всего днища по всей поверхности соприкосновения с водой стандартный дизайн корпуса предполагает v-образный киль большинство лодок именно такие а у ланда здесь плоская поверхность с такой днищевой пластиной когда вы в глиссере вы опираетесь именно на ее поверхность и это совсем другое дело потому что вы идете гораздо устойчивее а с другой стороны площадь соприкосновения уменьшается и вы идете выше над водой еще одно преимущество айпи с гораздо большая эффективность конструкции киля все дело в том что с его помощью повышается кпд вашего двигателя если вы представите поток воды летящий из-под днища на винт мотора то поймете данная конструкция отлично гасит кавитацию она требует меньше мощностей чтобы толкать лодку вперед так как винт мотора получает больше воды и меньше воздуха так обычно в лодках мы видим здесь линию параллельную поверхности воды я даже видел корпуса где она смотрит вверх но у ланда обратная скула она имеет отрицательный угол к воде как только скула зацепилась за воду даже в дрейфе это делает лодку гораздо более остойчивой вы будете стоять на якоре кидать спиннинг и чувствовать насколько меньше лодку качает ну а в момент ускорения вы уже имеете отличный контакт с поверхностью и это заставляет нос быстрее опускаться при выходе на глиссер вот благодаря чему лодки ланд так быстро поднимаются из воды скула реально сокращает время выхода на глиссер вдвое и так продолжаем наш рассказ эта лодка редкий случай когда фотографии разных усовершенствований прицепа не будет пмж данного судна доки при загородном доме и прицеп будет служить почти исключительно причальной тележкой но от места своей прописки барон ехал к нам в каширу более чем за 2000 километров и еще одно путешествие обратно домой ему все же предстояло а в дальней дороге бывает всякое поэтому мы проверили работу имеющегося освещения и тормозной системы а самое главное судно приехала к нам перетянутая ремнями поперек через корпус так делать категорически нельзя поэтому мы естественно установили правильные и надежные притяжные стропы такую крупную лодку с большой инерционной массой мы рекомендуем крепить на усиленную модель например вот такие проверенные карго бакал g2 от бот бакал g2 которые также можно часто увидеть в наших обзорах их отличает более высокая прочность на разрыв с разницей почти в полтонны и больший выпуск ремня метр восемьдесят против одного метра если вдруг вам стало интересно ссылку я оставлю в описании но давайте уже подниматься в лодку и продолжим там же где остановились на рецессе здесь как всегда полный порядок вся проводка убрана фирменную гофру никаких шлангов от пылесоса также как гидравлика мотора с подключением датчиков чтобы все смотрелось аккуратной целой картиной мы установили алюминиевую накладку прохода борта в которую уже встали два коннектора для гофры и шлангов в оплетке сейчас такой монтаж уже просто хороший тон мы же делали его уже в 2017 даже раньше и уж тем более задолго до того как это стало мейнстримом в лодочных тюнинг ателье кстати о проводке датчиков все уложено в защитную виду оплетку и аккуратно протянуто вдоль трансовой пластины палубный душ остался на месте определенным заводом она вполне удачно выбрана но раньше у него было очень неудобное подключение на резьбе так что мы заменили его на правильный в этом случае быстросъем не менее важное дополнение к палубному душу кнопка его активации которая раньше располагалась на консоли капитана и пользоваться мойкой было неудобно особенно если поднимаешься в лодку с грязными ногами мы перенесли кнопку в борт к самому трапику и установили заподлицо на специально изготовленную для этого платформу посмотрим на зону рецесса сверху просто глаз радуется единственное что здесь так и просит внимание это большое количество неиспользованного места сюда прекрасно подошла бы кастомная крышка рецесса от boat lab pro которая не только эстетически приятно и дает дополнительную полезную площадь но еще и нисколько не уменьшает объем рецессной ванны а одну из самых масштабных перестроек задней фиш платформы мы как раз показывали вам совсем недавно в проекте царь лодка на базе принц крафт 207 о котором я уже упоминал в самом начале видео ссылка будет ждать вас в описании если вдруг еще не смотрели и как мы можем видеть на этом фото увеличение задней площадки действительно не помешало бы этой лодке но так или иначе она осталась заводской зато здесь очень удобные раскладные пассажирские сидения подстаканниками для каждого пассажира а под сидениями расположились дополнительные емкости для рыболовного скарба но я хочу обратить ваше внимание вот на этот черный квадрат на данном проекте у клиента было несколько своих идей по установке оборудования в том числе он хотел чтобы этот трехпозиционный ключ массы был всегда под рукой на виду поэтому мы нашли место в кокпите и врезали вот такой специальный защитный бокс куда масса и прячется аккуратно и безопасно рядом появился выдвижной ящик для вещей или коробок с приманками завода его здесь не было он сделан у нас в бот лап про и этот новый рундук вписался так будто был здесь всегда согласитесь запирает его самая лучшая американская фурнитура от компании перко а выезжает он вот на таких нержавеющих направляющих аккуратно установленных здесь в центральной части задней фишплатформы и не блокирующих доступ к рундуку в подпоёльное пространство центральная часть передней фишплатформы на многих американских лодках закрыта съемной панелью благодаря чему может трансформироваться в диван для прогулок но хозяину этого барона данный функционал был ни к чему так что мы сделали переднюю палубу цельной заметьте цвет моредек подобран идеально так что и не отличишь мягкие борта с подстаканниками клиенту не мешали поэтому их мы оставили в первозданном виде очень похоже это получилось и на принц крафт 207 с которым мы сегодня проводим параллели к слову посмотрите как органично смотрится между консолей наша фирменная калитка и ведь там пришлось повозиться чтобы ее установить здесь же это не составило бы никаких проблем так как мягкий борт не уходит между консолей в любом случае мы уже много раз ставили такую на американцев у которых почему-то это не принято наверное из-за более мягкого климата но клиенту калитка показалась излишней и все осталось как есть так вот центр фиш платформы просто накрывался крышкой под которой получалась свободная ниша теперь же здесь занял свое место второй выдвижной ящик для хранения вещей созданный нами с нуля и надежно запирающийся т-образными ручками-задвижками от перко закрываем его и получаем доступ в центральный рундук кокпита газлифт гидроизоляция и много-много места для удилищ в собранном виде мы обязательно предложили бы здесь и подсветку чтобы можно было выбрать и достать спиннинг в темное время суток но ланд уже сделали за нас работу по освещению этого пространства за что им и спасибо а перед тем как приступить к обзору капитанского места и рыбопоискового оборудования давайте посмотрим какие еще полезные нюансы в лодке мы не упомянули в правом и левом борту по длинному рундуку также с возможностью размещения внутри удилищ достаточно вместительные и очень интересно оживляющие палитру более светлым оттенком бежа а к оснащенным спиннингом клиент хотел более удобный быстрый доступ и мы предложили вот такое решение данные крепления были вырезаны мастером на нашем фрезерном станке и установлены также как в правом так и в левом борту клиент остался очень доволен тем как мы реализовали его пожелания на этом фото мы как раз можем видеть два стакана также кастомные они защищают от повреждений хлысты удилищ при транспортировке в бортовых креплениях здесь же один из воздуховодов печки webasto для обогрева ног капитана и одна из четырех колонок аудиосистемы которую мы обновили по просьбе клиента два динамика под консолями капитана и пассажира и пара мощных колонок в бортах в районе транса но вернемся еще ненадолго в подконсольное пространство у штурмана есть совсем небольшой штатный рундук скорее для технических нужд чем для вещей и точно такая же емкость обнаруживается под капитанской консолью сюда мы спрятали самый надежный шестиконтурный предохранительный блок от blue sea а черный круг это инспекционный лючок установлены еще на заводе поднимаем глаза чуть выше и сразу же видим рацию речного диапазона так как владелец лодки увлеченный рыбак и она ему пригодится для прохождения шлюзов чтобы не ограничиваться пределами родного водохранилища для удобного общения с диспетчерами шлюзов и другими кораблями мы смогли найти для рации удачное место под рукой капитана а для наибольшего комфорта тангетку закрепили на магнитной клипсе справа от рации на своем законном месте мы видим фирменную машинку управления газом реверса маршевого двигателя от mercury это дтс то есть цифровой контроллер который общается с мотором исключительно через джанкшен бокс хаб мерковской системы смарткрафт а это значит полное отсутствие тросов газ реверс и никакого смазывания регулярной замены или не дай бог обрыва при резком старте а еще очень очень плавный ход контроллера на соседнем заводском островке место для машинки мотора докатки который наверное когда-то здесь был но сейчас без надобности но об этом позже и в это место гармонично вписался комплект рыболовных инструментов от финской раппала а еще один такой же есть и на передней палубе кстати подобные полезные аксессуары вы можете найти на нашем сайте в разделе рыболовный инвентарь но вернемся к месту шкипера как я уже говорил старая музыкальная система клиента не устраивала и поэтому здесь прямо на драться и появилась отличная морская магнитола кларион м606 способная противостоять даже соленой воде а еще чуть выше фирменная панель атлант с рядом кнопок управления различными устройствами причем обратите внимание здесь также нашлось место интерактивной карте лодки на которой можно видеть где именно на судне активированы те или иные функции сегодня такое можно встретить только у ланда если вы видели что-то подобное на других лодках напишите об этом в комментариях очень интересно хоть это лодка и крупная но место на консоли очень немного и найти свободный островок чтобы врезать черный датчик положение пауэрлифта от сестар было нетривиальной задачей но наши парни справились отлично вписав его прямо в уголок между панелью кнопок с предыдущего фото и панелью приборов здесь у нас топовый комплект mercury smart craft sc 1000 а рядом юсб и 3 с половиной миллиметровый джек для подключения к магнитоле по проводу и 12 вольтная зарядка прикуривателя справа от штурвала штатная панель с ключом зажигания его перенесли ниже чтобы на его старое место аккурат встал рычаг управления отопительной системой вебаста здесь каждый квадратный сантиметр на счету на другой стороне от штурвала был установлен ключ зажигания второго мотора теперь здесь мы видим панель active trim приборы для автоматического управления углом наклона двигателя а вот и подрулевые рычаги pro trim которые отвечают за ручное управление тримом а также лифтом 300 сильного вера до ну и раз уж мы были со всех сторон от штурвала заглянем и под него здесь клавиша установленного нами рулевого цилиндра с регулировкой угла наклона для большего удобства управления судном при разных сценариях ну а сам штурвал мы оценивать не беремся так как установлен он был еще до приезда к нам в любом случае это премиальная красного дерева модель от ультрафлекс и в плане удобства эксплуатации вопросов не вызывает абсолютно никаких ну и конечно здесь вы уже во всей красе можете видеть головной прибор рыбопоисковой системы 15 дюймовый hummingbird solix chirp mega с ай самый топовый прибор на момент работы над проектом естественно если бы мы сейчас делали данный проект то установили бы прибор из самой горячей новинки от hummingbird серии апекс которая кстати уже совсем скоро появится у нас в продаже компанию головному прибору составляет raymarine axiom 12 pro а на носу красуется младший брат solix 12 chirp mega с ай нельзя не сказать и несколько слов про установку приборов во первых как всегда вся проводка убрана в одну аккуратную косу оплеткой и уходит под консоль через ракушку ну а мощный кастомный кронштейн не только надежно крепит массивный прибор но и держит экран прямо перед глазами капитана и почти такой же но по желанию клиента направлены чуть под углом кронштейн держит штурманский прибор ну а до носового эхолота мы еще успеем дойти все по порядку за двенадцатым аксиомом нашла свое место таблетка датчика минкота отвечающие за то чтобы у электромоторов всегда были актуальные gps координаты мы конечно же предлагали клиенту проверенную установку с внешней стороны консоли в похожей ситуации на все том же princecraft 207 мы вмонтировали point 1 прямо в подстаканник но клиенту такое решение не понравилось и он настоял спрятать белую шайбу за еще одним из показателей премиальности лодки эталонным каленым стеклом от компании taylor made да здесь не обошлось без небольшого но очень важного элемента который мы горячо рекомендуем нашим клиентам все остекление было покрыто слоем анти дождя от аквапель благодаря этому средству во время движения по воде любые брызги не говоря уже о дожде будут просто скатываться с вашего лобового стекла обеспечивая прекрасную видимость при любой погоде штатной подсветки палубы клиенту было мало и мы установили еще 8 светодиодных элементов от компании эдвуд две новых точки подсветки мы видим на передней палубе и вот обратите внимание второй комплект инструментов о котором я уже упоминал и еще четыре точки подсветки в кокпите с одной стороны и с другой у новых выдвижных рундуков а еще по одному светодиоду врезали в левый и правый борт рядом с колонками у транса но вернемся к передней палубе все три рундука здесь штатные завода слева средних размеров рундук для вещей зеркально справа лайвал если бы мы увеличивали заднюю платформу как на царь лодки мы наверняка сделали бы именно там настоящую трофейную ванну для улова которому кстати гораздо комфортнее ближе к корме лодки центральный рундук аккумуляторный здесь зарядное устройство dual pro professional ps4 и тяговая группа akb мы рекомендовали владельцу лодки зафиксировать батареи более надежными стяжными ремнями вместо пластиковых пряжек а еще лучше переместить все содержимое рундука на корму что положительно сказалось бы на ходовых характеристиках и даже уменьшило бы расход топлива однако здесь все клиента устраивало как есть поэтому мы только установили а к б в специальные поддоны а на клеммы нанесли смазку электроконтактов от ликвимоли которая защитит их от окисления удлинитель вилки 220 автоматически убирается в корпус и закрывается водонепроницаемой заглушкой все аккуратно вмонтировано в стенку носовой потопчины хамминберт с олекс 12 черп мега с ай во всей красе установлен в правой части носового треугольника чтобы не мешать работе строл мотором на специальной много позиционный кронштейн рэм маунт с помощью которого можно не только легко выставить прибор под нужным углом но и демонтировать в конце рыбалки буквально за 30 секунд рядом небольшой якорный рундук в который можно убирать швартовые веревки ну или просто какую-нибудь мелочь ну а на самом острие этого американского копья новейший на тот момент 36 вольтовый троллинговый мотор минкота тырова с тягой в 112 либров и длиной ноги 72 дюйма то есть 183 сантиметра чтобы даже на волнующейся волги крепко держать на точке это не маленькое судно это один из первых если не первый такой экземпляр попавший в россию для безопасной транспортировки голову мотора надежно фиксирует этот сложно суставной кронштейн рэм для наиболее удобного крепления клееру с почти мгновенным снятием фиксации и переходом в рабочее положение вы спросите а почему не ультера клиент выбрал в пользу надежности потому что почти всегда рыбачит с егерем и автоматический депло ему ни к чему но в любом случае у тарова есть механический ассист сильно облегчающий многочисленные развертывания этого большого gps якоря как я уже сказал не исключено даже что этот рова первый экземпляр обновленной линейки электромоторов попавший в россию минкота представила новинки 2017 года незадолго до того как барон прибыл в наши доки и самая главная фишка свежих тролл моторов обновленная версия системы gps позиционирования айпайлот и ее старший брат айпайлот линк больше подробности можно узнать посмотрев наше видео которое мы делали как раз на эту тему ссылка будет ждать вас в описании к этому ролику прежде чем прощаться надо не забыть сказать про наши фирменные чехлы из премиальной морской ткани с анбрелла которые мы сшили как на troll мотор так и на маршевый двигатель этот приятный цвет совсем не марки как может показаться на первый взгляд специальная нашивка указывает место где под чехлом на корпусе мотора расположена кнопка трима сегодня этот элемент можно встретить на самых разных чехлах но в 2017 году он был одним из уникальных идентификаторов работы нашего швейного цеха в нижней части обозначен элемент знака негабаритный груз чтобы представители гибдд было меньше вопросов ах да совсем забыл про еще одну деталь светодиодный фонарь который был заказан по просьбе клиента этот свет идет в специальном боксе и крепится прямо к кронштейну troll мотора но правда другой модели о чем мы клиента конечно предупредили заранее но он хотел именно такой монтаж поэтому мы просто установили свет на самый нос рядом с troll мотором осветить пространство перед лодкой такой свет вполне способен но если нужно разогнать густую темноту при подходе к пирсу лучше сразу поставить много раз проверенный нами мощный двухрядный прожектор из более чем 20 светодиодов ну и напоследок еще один элемент премиальности сшитые в нашем швейном цеху ковры из специальной модели синтек на прорезиненной подложке сейчас мы предложили бы клиенту супер практичное покрытие из эво но она появилась в нашем ассортименте чуть позже поэтому остановились на премиальном ковролине обратите внимание на подбор цвета мы специально заказывали образцы из америки чтобы совпало идеально а также на конструкцию позволяющую легко снимать ковер без демонтажа сидений вот теперь образ завершён мне остается только пожелать этому судну 7 футов волги под килем а также спросить у вас наших зрителей какой проект получился шикарнее этот на базе лунда барон 2150 или все-таки царь лодка принц крафт 207 обитаемость которой подверглась более глобальным переменам пишите ваше мнение в комментариях ставьте лайк этому ролику подписывайтесь на канал если еще не подписаны ну и конечно же бейте в рынду чтобы не пропустить следующий премиум класс с вами был кирилл и компания boat lab pro пока пока субтитры сделал DimaTorzok